Россия Россия Самая огромная страна в мире В которой проживает почти 200 разных народов Страна с официальным языком русским Который является одним из шести официальных языков ООН Это русские первыми покорили космос Если б не русский, у нас не было бы разноцветного телевизора Если б не русские, никто бы не знал про трансфузию крови Это русские сделали художественную гимнастику спортом И развели ее до невероятного уровня Это русские создали фабрику фигуристов, которые с легкостью прыгают четверные прыжки А русский балет является самым известным в мире Как синоним качества, уровня и невероятной красоты Но как вы, русские, извините, но заебали меня в интернете Это даже словами не передать Если вы нормальный, адекватный человек, который не выливает всякую грязь на людей Которые как-то негативно высказываются по поводу России То этот ролик не посвящается вам Хотя можете его посмотреть до конца, потому что будет много интересного Но если вы тот токсичный человек, которого просто триггерит любая критика России Не то что говно на российский вентилятор, а нормальная критика То давайте обсудим, с вами все в порядке или нет Пару дней назад я сняла ролик о том, как европейцы устали от украинцев И объяснила там, какие проблемы сейчас есть у нас европейцев с украинскими беженцами И конечно же это видео очень зашло Витя там обсирала украинцев Витя там показала, какие украинцы плохие Витя этим роликом подтвердила, что украинцы это сволочи и бессовестные халявщики Но что меня удивило, это то, что когда только на моем канале появляется какое-то видео, где я критикую украинцев То русские прям поют в комментариях Вот ты молодец, вот ты умница, вот ты всю правду про украинцев сказала Они всегда были такие Некоторые идут дальше и даже начинают поливать говном весь украинский народ Хотя я чуть ли не во всех роликах говорю, что поведение человека не зависит от национальности и происхождения Только от жизненного опыта и от воспитания Но нет, надо же сказать, что все украинцы такие, что все украинцы живут на халяву, что они всегда были такими Что все украинцы не знают, что такое благодарность, что в мире нет нормальных украинцев и так далее и так далее Но когда перевернем все 180 градусов и вернемся к ролику на моем канале, в котором очень мягко говорю, что мне не нравится в русских Я уже больше не умница, я больше не молодец и я больше не говорю правду Много бла-бла Русские гордятся своими достижениями и это замечательно И есть чем гордиться Чем ты, курва, польска, можешь гордиться? Что-то чушь несет Надо пожить в России Тогда бы поняла А так? В чужой дом Со своим польским самоваром пришла И что-то ей не нравится Пфу! Чеши обратно или не выпендривайся Пользуется гостоприимством ведь Встретили ее душевно Есть у русских такое Когда гость себя царем ощущает Да, и вообразила себя Не бог есть кем Да мышь ты польская Ишь не нравится ей Да вкачи тебя Все, что ты сказала Это про Польшу Да еще на десять помножь В чужом глазу сореньку видит, а в своем бревна не замечает Ведь нельзя сказать, что большая часть Не все Большая часть русских считает Россию лучшей страной в мире Считает русских лучшим народом в мире Считает, что весь мир должен быть благодарным России чуть ли не за все Запрещено это сказать Нельзя это говорить Нельзя сказать, что это твой личный опыт и ты так не считаешь про всех русских Ты даже не можешь сказать, что большая часть так себя ведет А когда у людей не хватает аргументации То они находят прекрасный аргумент А вот поляки А типа поляки отличаются? Вы наверное мало общаетесь с гражданами Типа поляки не такие Объясни это полякам Какие достижения у Польши? Какие достижения? А давай расскажу тебе, если ты не знаешь Миколай Коперник Встремал солнце, рушил землю Астроном, математик, механик Наиболее известен как автор гелеоцентрической системы мира Которая положила начало первой научной революции Мария Скодовска Кири Первая женщина, которая получила награду Нобля И первый человек в истории, который получил ее дважды Является первооткровителем радиоактивности И автором термина радиоактивность Ян Павел Други Первый папа римский в истории не итальянского происхождения И первый славянского происхождения Адам Мицкевич Да, вы скажете, что он родился на территории Российской империи Да, вы скажете, что он считал свою родину Литву Да, вы скажете, что он родился на территории современной Беларуси Но Адам Мицкевич создавал свои литературные произведения на польском языке И большая часть из них касается темы оккупации Польши И его глубокого желания, чтобы Польша стала независимой Фредерик Шопен Один из самых известных в истории композиторов И он поляк Даже если вам кажется, что вы его не знаете Сейчас у вас есть прекрасная возможность послушать его на фоне этого видео Андрей Вайда Самый известный польский режиссер в мире Обладатель почетного Оскара Считается одним из самых известных в мире кинорежиссеров Чьи работы отражали политическую и социальную эволюцию его родной страны Польши И касались мифов о польской национальной идентичности Передлагая проницательный анализ универсального элемента польского опыта Барбе за сохранение достоинства в самых трудных обстоятельствах Роберт Левандовский Вот если вы поедете в другую страну и скажете Польша Скорее всего, люди скажут вам про Роберта Левандовского И это неудивительно Ведь он самый лучший в польской истории футболист И считается одним из лучших нападающих не только в Польше Не только в Европе, но также и в мире Кроме того, поляки еще изобрели и бронежилет Первый легковой автомобиль в истории А вот этот симпатичный человек на картинке Юзеф Хоффман Изобрел автомобильные дворники И на десерт Максимилиан Фактурович Да, можете сказать, что он родился на территории Российской империи Ведь тогда, действительно, город Сдунская вола, в котором он родился Находился на территории Российской империи Кстати, Сдунская вола находится где-то 15 км от города, в котором я родилась То есть Сираза Да, можете сказать, что это человек еврейского происхождения Но это не меняет факта Что он поляк И он отец современной косметики И придумал тонирующие средства Кремовой консистенции Которая сейчас в мире известна как Тональная основа А еще почти я вам забыла сказать Что мы, поляки, подарили миру В том числе и вам, русским Птичье молоко Да, дорогие русские Это не вы придумали птичье молоко Его автором не была Анна Чулкова Технолог Владивостокской кондитерской фабрики Птичье молоко Начало выпускать в Польше Еще в 1936 году Варшавская кондитерская фабрика Эведель И автором рецепта был владельец фабрики Ян Ведель А название придумали работники этой фабрики И как эта сладость появилась в вашей стране А вот так, что после поиски министра пищевой промышленности Советского союза в Чехословакию в 1967 году Представители кондитерских фабрик Советского союза Получили задание сделать такие же конфеты По образу, но без рецепта И вот это технолог Анна Чулкова По которой часто многие русские приписывают изобретение птичьего молока На самом деле разработала, можно сказать, некрасиво подделку А красиво аналог птичьего молока И самой большой разницей между оригинальным польским птичьим молоком А советским Было то, что в польском использовался желатин А в советском агар-агар Но все равно птичье молоко появилось в Советском Союзе Только 30 лет после того, как его изобрели поляки К счастью, есть люди, которые на Польше и на поляков не кидаются Но зато используют другой, очень похожий аргумент А вот смотри на американцев А вот смотри на украинцев А вот смотри на Евросоюз Как они все себя ведут Про американцев и расскажите А еще про украинцев Не спорю В Евросоюзе есть что посмотреть помимо достопримечательностей Вы можете окунуться в мир бомжей и наркоманов А также любоваться накрашенными мужчинами в юбках Все страны, кроме России, Ирана и Китая являются нацистскими Поэтому у русских есть право на оскорбление любых жителей земли Так как Россия это единственная страна в мире, которая борется с нацизмом и сатанизмом И нет ни одного ролика на моем канале, под которым не было бы комментариев про плохих поляков, про поляков, которые сносят помятники Видимо с тобой очень хорошо, красавица Поработали спецслужбы твоей страны, которые не зря дали четкое имя гена Европы Ты лучше нам расскажи, как твои поляки оскверняют помятники наших бойцов А вы дурочки мои, соотечественники из России, больше бабла навалите Но мы, офицеры ФСБ России, наблюдаем за всеми вами И придем ко всем, кто подписан на канал этой польки и помогает ей И комментариев, где люди на основе моего происхождения и моей национальности называют меня националисткой и фашисткой Только потому, что я посмела что-то плохое про русских сказать Видимо вы националистка, раз вы взялись другую нацию принижать Я отписался от этого канала великопольско-шовинистских предрассудков Я даже не могу сказать, что я равнодушно отношусь к России Что нет у меня какой-то особой любви к России Что я выучила русский язык по приколу Но я не очень заинтересована в русской культуре, литературе и тому подобное Я не могу этого сказать Я даже не могу сказать, что мне неинтересно сейчас поехать в Россию Потому что в мире есть много других стран, которые я никогда не посещала А в России было два раза Потому что если я снимаю видео на русском языке И если мой канал называется «Полька на русском» То я обязана любить Россию Прям на коленах стоять и говорить, как я люблю Россию То я так люблю русскую культуру, русскую литературу Как делают многие другие иностранцы, которые снимают видео на русском языке Я не могу спокойно сказать, что мне это не очень интересно Я не говорю, что в русской культуре нет ничего интересного Я не говорю, что Россия не является красивой страной Кто-то любит солянку, а кто-то любит щи Кому-то больше нравится говядина, а кому-то больше свинина Кому-то нравится свободное время проводить на природе, а кому-то это по барабану Будет на природе, то будет, нет, то нет Но, конечно же, с моей стороны это пассивная агрессия Если я говорю, что, извините, но у меня нет огромного интереса к России Не понимаю, зачем каждый раз говорить, что Россия мне неинтересна Я просто выучила язык, и на Россию мне всё равно Мне кажется, это уже пассивная агрессия Плюс ещё та запись в сообществе Почему русские такие самовлюблённые? Почему все не такие? А вы такие? Если что, без агрессии Учитывая всё это, делаю вывод, что ты действительно почему-то нас не любишь А не тебе всё равно Настя, наглядный пример того, что полякам надо запретить весть в Россию И изучение русского языка Поляки глупые и ненужные люди Фу быть такой примитивной и надменной Не надо тебе учить русский язык Забудь И приезжать не надо Зачем нам польская бендерка? Ты глупая, наглая Да ну тебя вместе с твоим укром Хорошо, что нет детей, укро Жениться на немке, уедет в Германию Успокойтесь и не принимайте себя так лично Удачи тебе, которой уже не будет Да, потому что моя нелюбовь к России берется от моего мужа украинца И тут возвращаемся к тому, что я говорила в начале этого ролика Ведь все украинцы плохие Ведь все украинцы наглые Ведь все украинцы неблагодарные Вот все украинцы сволочи И если у меня муж украинец, это значит, что из-за него мое отношение к России якобы поменялось Что это из-за него у меня нет интереса к России Что это из-за него я кидаю говно на российский вентилятор И что это из-за него снимаю ролики о том, что мне не нравится в русских Он во всем виноват Яблоки от яблони далеко не падают Жестко он ей промыл мозги Фашистка такая же Если посмотреть твои старые ролики и сравнить их с новыми То видно, как твое отношение к России меняется не в лучшую сторону Россия то прежняя, а меняется твое мировоззрение Навязанное твоим окружением А если у меня муж украинец, то и донаты передаю на украинские дроны Потому что как же по-другому? Ведь я собирала донаты на то, чтобы взять участие в чемпионате мира Европы Я собирала донаты на свое лечение Я собирала донаты на юриста Но все эти деньги не пошли на эти цели Все эти деньги пошли на украинские дроны Скажи правду, ты донатишь на ВСУ? То есть перечисляешь деньги на вооружение украинцам? Девушка, вам не стыдно бросить деньги у страны, которая воюет? Может ты на ВСУ донатишь, раз у тебя молодой человек из незалежной? Кстати, интересная личность Раз я работаю на Кремль И Кремль заказывает ролики на моем канале И я получаю донаты от своих зрителей И отправляю их на украинские дроны То кто я такая вообще? Поляки собирают данные о вас через нее Не поддерживайте эту шкуру Она враг всех русских Работает на польские спецслужбы Не передавайте ей свои данные И конечно, раз я посмела снять ролик о том, что мне не нравится в русских И раз я успела выложить несколько постов в сообществе в ютуб, которых уже нет С вопросами, почему русские такие токсичные в интернете И откуда это вообще берется То у меня нет права просить о помощи у своих зрителей У меня нет права получать донаты Не важно, что я всегда честно и искренне общаюсь со своими зрителями Обо всем Не важно, что я всегда все зрителям говорю как есть Не важно, что в подобных роликах Прошу сохранить адекватность И не оскорблять других на основе их происхождения Раз я покритиковала русских То у меня нет права на донаты от русских Вот теперь я действительно не понимаю Что вы хотите от русскоговорящих людей, кроме донатов? Не понимаю, зачем тогда обращаться к русскоязычным людям Если вам не нравится отдача Не интересно смотреть с тебя стало Ты открыто заявила, что относишься плохо к русским и россиянам И после этого просишь помощи у русских Попробуй понять, если тебя кто-то не любит, но просит в ответ оказать помощь Извини, мы люди доброжелательные, но только к тем, кто добр к нам Эта токсичность дошла до такого абсурда, что даже на своем канале я не могу сказать, что я чемпионка мира по своему виду спорта, который называется Мажорит Спорт Потому что раз не было россиянок на соревнованиях, то я не чемпионка мира Хотя эти люди не разбираются в том виде спорта, которым я занимаюсь И эти люди не знают, что россиянок никто не отстранял Просто они сами не участвуют в этих соревнованиях А раз уж я такое говорю и называю себя чемпионкой мира, это значит, что я против российских спортсменов Ты против выступлений наших спортсменов? Я не буду за такое донатить И конечно, можно еще унижать моим достижениям, вообще не разбираясь в моем виде спорта И говорить, что если бы россиянки поехали на этот чемпионат мира, то я бы не была чемпионкой мира Или что то, что я делаю, то, что я показываю на соревнованиях, это уровень российских детей возраста 10 лет Вид спорта станет какой-то Любая чемпионка России по художественной гимнастике займет прессовая мечта Программа для выступления простая Девочки 10 лет такое делают в России А когда уже совсем не хватает аргументов, то достаточно просто сказать, что я украинка, которая косичит под польку Хотя подождите, я сняла ролик о украинцах Там сказали, что я не полька, что я россиянка, которая переехала в Польшу в детстве, которая топит заражку А сейчас оказывается, что я хохлушка, косящая под польку Может она хохлушка, косящая под польку? Какие у нас люди доверчивые Это неплохо, но вас облапашивают хохлы То со Сбербанка, то с госуслуг Даже если она полька, то пусть живет себе Вам то это зачем? Тем более что-то писать и поддерживать ее У вас вокруг у россиян проблем мало? Вас используют И знаете, моя русофобия стала настолько известной, что даже некоторые заграничные блогеры Которые не имеют никакой непосредственной связи с Россией и просто любят эту страну Стали снимать якобы обзоры на мой канал При этом обвиняя меня в русофобии Даже не в русофобии, в жесткой русофобии Говорить о том, что мой канал антироссийский И на подтверждение своих слов, как примеры, стали приводить поведение поляков И как видите, это все крутится по кругу Дорогие представители русского народа Которые поливаете грязью всех, кто как-то критикует Россию или русских Даже если не хочет вас обидеть Дорогие представители русского народа Которые кидаетесь на все ролики, где обсирают украинцев Где говорят плохо про украинцев И вот так реагируете и вам это нравится Дорогие представители русского народа Которые в любой критике России и вашего народа Видите русофобию и антироссийскую пропаганду Скажите мне, пожалуйста, что с вами не так? Откуда внутри вас столько непроработанной обиды? Откуда в вас столько негатива? Откуда в вас столько неуважения к другим людям? Поверьте мне, что если б не факт, что большая часть моей аудитории адекватная И что это нормальные люди, которым просто интересно посмотреть на разные вопросы со стороны С точки зрения европейца И если б не факт, что мои зрители невероятно меня поддерживают То я бы уже давно бросила этот канал Потому что у меня бы не хватило психики читать это все и слушать это все Но даже если б я не вела этот канал Все равно под разными роликами, под разными видео, под разными статьями Из множества комментариев от токсичных представителей русского народа Которые не могут смириться с фактом, что другой человек Не испытывает такой огромной прям болезненной любви к России Что другой человек видит какие-то минусы в России или в русских И сразу воспринимают это как русофобию И сразу говорят, что вот это последствия антироссийской пропаганды в Европе Не все, кто критикует вашу страну являются русофобами Не все, кто критикует вашу страну унижают достижения вашего народа Не все, кто вас критикует, хотят вас оскорбить Вы думаете, что реально я снимаю эти все ролики, потому что ненавижу русских и хочу только донатов? Вы реально думаете, что я на какие-то спецслужбы работаю? Вы бы видели, чем я занимаюсь в повседневной жизни И что практически никто в окружении меня не знает И не знает, чем я занимаюсь и кто я такая То вы бы вообще посмеялись над своими словами Если вы хотите, чтобы вас уважали Если вы хотите, чтобы вас не оскорбляли Если вы хотите, чтобы о вашем народе не было такого негативного мнения Пожалуйста, начните с себя И начните разделять политику от нормальных, обычных, простых людей Потому что я знаю множество русских, которые с уважением общаются с иностранцами И никто их грязью не поливает А то, что вы пишете в интернете в сторону блогеров, в сторону других зрителей Это говорит о вас самых И это говорит о том, что у вас с головой не все в порядке Вы сами создаете эту картинку Токсичных, неуважительных русских Не то, что другие народы этого не делают Потому что я могу такой же ролик снять про украинцев или поляков Без проблем Но просто вы сами обливаете грязью А потом удивляетесь Как маленькие дети Люди Думайте головой Если у вас есть какая-то внутренняя обида На поляков, на украинцев, на американцев, на европейцев Проработайте ее Потому что вы не сможете поменять всех поляков, всех украинцев и американцев Вы не сможете их убрать с этого мира Но вы сможете убрать эту обиду Потому что она мешает вам Ни полякам, ни украинцам, ни американцам Это вы внутри убиваете себя И тратите свое время и нервы на что-то На что не можете непосредственно повлиять У вас реально ничем занять в жизни Кроме того, как сидеть в интернете И кричать о русофобии И создавать такие, извините, высрывы Не только на моем канале, но на разных каналах Что вам это дает? Вы лучше себя чувствуете после таких комментариев? Вы думаете, что они что-то поменяют? Знаете, как я реагирую на такие комментарии? Я вам даже не отвечаю Я вас просто сразу блокирую Под видео о том, где я сказала, что европейцы устали от украинцев Мне надо было нанять трех модераторов Чтобы успеть читать все комментарии и удалять И мы не удаляли комментарии, которые мне просто не понравились Мы удаляли комментарии и украинцев, и русских Всех тех, кто обсирал другую сторону Мне этого на моем канале не надо И можете говорить сколько раз хотите, что я русофобка Что я фашистка, нацистка Можете говорить, что у меня антироссийский канал Но вы думаете, что это что-то поменяет? Я вас просто заблокирую и все И буду дальше жить своей жизнью Поэтому, дорогие представители русского народа Которые ведете себя так в интернете Всего вам хорошего Всего вам наилучшего И лечите свою голову пока не поздно А дорогим представителям русского народа Которые адекватные И которые не кричат в интернете о русофобии И которые готовы нормально общаться, вести диалог Даже если у нас мнения отличаются Огромное вам спасибо за то, что вы не дали промыть себе мозг Что вы не ведетесь на все эти провокации И что вы думаете головой Благодаря вам продолжаю вести этот канал Благодаря вам узнаю много интересного о России из своего канала Благодаря вам учусь Постоянно изучаю новую информацию И благодаря вам я развиваюсь как человек Огромное вам спасибо за то, что вы просто такие, какие вы есть И спасибо, что не поливаете грязью всех европейцев, украинцев, поляков и кого там еще Я вам безумно, безумно благодарна Также хочу поблагодарить всех, кто досмотрел этот длинный ролик до конца Этот ролик получился многогранным, потому что он был и информационным и саркастическим Немножко я выкинула свои мысли из себя Если вам понравилось, то как всегда буду рада вашим лайкам, комментариям И если вы не подписаны на мой канал, то подписывайтесь Не бойтесь, я не буду сейчас все время снимать такие ролики Но просто накопилось внутри Большое спасибо за то, что вы провели со мной время Большое спасибо за ваше доверие ко мне И большое спасибо за вашу адекватность Как говорил сам Юзеф Писуцкий Народ вспомнил Только люди курвы До скорой встречи в следующем ролике Пока